Друзья, всем привет! С вами Сновайс. Добро пожаловать на канал обзора гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего краткого обзора довольно интересный гаджет от компании, которая зарекомендовала себя на рынке как производитель различных медиа и аудио устройств. Компания Ромбика. А поговорим мы сегодня о медиаприставке, которая называется Smart Box S4. Ну и, как традиционная медиаприставка на базе Android TV, она умеет довольно-таки много. Начиная, естественно, от просмотра обычного YouTube, заканчивая просмотра различными онлайн кинотеатрами, да и даже играми. Можно поваляться в кровати, посмотреть какую-нибудь киношку или сериальчик и поиграть в какие-нибудь простенькие игрушки. Вместе с этим медиаплеером ко мне приехал вот такой вот пульт DU, который дополнительно можно приобрести. Он также от Ромбика. Это у нас QWERTY клавиатура. Она прикольна еще тем, что имеет RGB-подсветку, что довольно-таки редко бывает в столь небольших компактных устройствах. В общем, давайте распакуем, давайте посмотрим, подключим и определимся, что же умеет Smart Box S4. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что же находится у нас в коробочке Smart Box S4. Открываем. Здесь у нас имеется, естественно, сама приставка. Довольно-таки небольшой вот такой вот квадратный блочок, очень легкий. Выполненный из пластика. Ну и такой довольно строгий, можно сказать, дизайн. С одной из сторон находится у нас достаточно большое количество различных портов. Здесь у нас два USB-шника и у нас слот под карту памяти. С другой стороны ничего, ну а с тыльной стороны имеется гнездо для подключения сетевого адаптера, HDMI, Ethernet кабеля, оптический аудиовыход и выход AV. Ну вот, собственно говоря, и все. Ну и также в коробке здесь у нас имеется кабель HDMI, приятно, что его положили в комплект. Ну и вот такой вот небольшой блок питания. Также здесь имеется пульт управления, традиционный для подобного рода устройств. Ну и давайте сразу же глянем на пульт от ромбика, который дополнительно можно приобрести. Его не обязательно подключать непосредственно к данному медиаплееру. Можно подключить его, допустим, к вашему планшету, телефону, либо же к какому-то другому устройству. В комплекте идет непосредственно сам пульт, сама QWERTY клавиатура и кабель для зарядки microUSB. Вот таким вот образом все это выглядит. Ну и здесь у нас установлен аккумулятор BL5C и имеется возможность подключения данного пульта через донгл. Сама клавиатура прорезиненная, ход, естественно, у кнопок небольшой, ну как у всех подобных клавиатур. Здесь у нас полная раскладка и английский и русский язык, функциональные клавиши сверху, клавиши с цифрами и дополнительными символами. Ну и здесь у нас идет симуляция кнопок мышки. Ну и имеется небольшой такой тачпад для удобства управления. При первом включении необходимо произвести первоначальную настройку. Выбираем русский язык. И здесь нам нужно выбрать сеть, к которой мы хотим подключиться. Приставка поддерживает как 2.4, так и 5 ГГцовые сети. Я буду подключаться по 5 ГГц. Далее представка предложит вам войти в ваш Гугл аккаунт, для того, чтобы вы могли пользоваться всеми сервисами Гугл. В том числе просматривать видео в Ютуб и подключаться к вашему Ютуб каналу. После подключения к устройству вы попадаете на главный экран. Здесь уже представлена подборка. Я так подозреваю, что верхняя часть это у нас подборка с Ютуб. Ну и в нижней части большое количество значков различных приложений, которые предустановлены уже на приставке. Здесь, конечно же, и Ютуб, и приложения Кинопоиск, и Нетфликс, Коди, Мегагоу, Винг, Оку, Иви и так далее. Есть также MX Player, с помощью которого вы можете проигрывать файлы с вашей флешки, либо же USB диска. Есть браузер Firefox, есть также файловый менеджер ES и так далее. Ну, давайте зайдем в Ютуб. Ну и давайте запустим какое-нибудь видео на моем канале, чтобы посмотреть, как оно будет проигрываться. Ну и можно регулировать громкость с пульта. Ну вот таким вот образом. И можно, естественно, выбрать качество воспроизводимого видео в настройках. Давайте посмотрим. Ну и по умолчанию здесь стоит авторежим качества 1080p 60 кадров в секунду. Замечательно работает стандартное приложение YouTube. Запускает видео, проигрывает. Здесь каких-то вопросов и нареканий нет. В приставке у нас 2 гига оперативной памяти плюс 8 гигов под ваше хранилище для различных файлов. Но также есть возможность установить флешку microSD, либо же подключить устройство через USB. Давайте выйдем. Нажав на кнопочку домой, мы попадаем на домашний экран. Здесь также у нас есть возможность посмотреть приложение AppDraw. И вот, собственно говоря, все приложения, которые здесь установлены. Ну и, естественно, имеется просто Play Market, куда мы можем зайти и установить те приложения, которые вам не достают. И те приложения, которые бы вы хотели видеть. Здесь у нас есть возможность устанавливать различные игры. Я так подозреваю, которые поддерживаются Android TV. Ну и, естественно, есть раздел приложений. Вот таким вот образом. В общем, вполне себе стандартная настройка и стандартный магазин приложений Google Play и приложения под Android TV. Здесь у нас практически все представлены. Единственное, что я заметил, что на данной приставке у нас установлен не Android TV 9, а старая версия Android TV 7. Мы можем найти в настройке об устройстве. Ну и давайте посмотрим. Да, здесь у нас установлена версия 7.1.2. Довольно старая версия Android TV. Она как бы до сих пор работает, до сих пор поддерживается. Но было бы, конечно, здорово видеть здесь хотя бы Android TV 9. Я, если честно, не знаю, получит ли данное устройство обновление или нет. Но вот что имеем, то имеем. Ну и можно, естественно, запустить те приложения, которые здесь у нас предустановлены, те каналы, которые здесь у нас предустановлены. Либо же вы можете дополнительно установить что-то иное. Ну и вот, допустим, здесь у нас имеется такое вот приложение, на котором мы можем смотреть различные каналы. Ну давайте ради интереса что-то запустим. Посмотрим. Ну да, вот, пожалуйста, запустилась у нас интернет-трансляция. Канал Телекафе. Окей, замечательно. Давайте выйдем из приложения. Ну и, конечно же, отдельно можно приобрести и использовать довольно-таки удобный пульт. Вот такой вот ромбик с QWERTY клавиатурой и подсветкой. Для того, чтобы им пользоваться, необходимо достать донгл, который находится в отсеке для батареи. И мы подключаем этот донгл к вашему устройству через USB-порт. Вот, берем, вставляем в любой USB-шник. И, собственно говоря, теперь данное устройство у нас должно работать. Да, вот, пожалуйста, работает у нас тачпад. Можно использовать вот таким вот образом тачпад. Очень удобно. Ну и давайте, так как здесь у нас QWERTY клавиатура, попробуем открыть браузер и что-нибудь найти. Ну, давайте, допустим, зайдем на сайт forpda.to. Окей. Ну и вот, собственно говоря, мы сюда попали. Здесь также можно управлять тачпадом. Очень удобно. Давайте, допустим, попробуем. Вот. Есть скролл. Используя два пальца, можно скроллить. Таким вот образом. Ну и давайте, допустим, зайдем в еще одну статью. Вот таким вот образом все скроллит. Ну и можно, допустим, зайти еще на какой-нибудь сайт. Допустим, пусть это будет сайт mail.ru. Ну и вот таким вот образом все смотрится и скроллит. Очень удобно пользоваться. В руках пультик лежит. Очень клево. Мне действительно нравится. Ну и есть возможность использовать подсветку, если вы хотите пользоваться этим устройством в вечернее время. Ну вот сейчас она такая вот зелененькая. Можно листать подсветки. Ну вот теперь синяя. Имеется вот такая вот красная. Ну и можно ее полностью погасить. В общем, пультик на самом деле очень удобный. И мне действительно нравится. Устройство довольно быстро работает. Все довольно шустро грузится, несмотря на то, что здесь всего лишь 2 гига оперативки. Но Android TV все-таки более оптимизирован, чем традиционный Android. И даже на устройствах, где 1 гиг оперативки, все довольно неплохо работает. Ну и вот сейчас это у нас Wink. У кого есть подписка, могут, конечно же, пользоваться. Но здесь, насколько знаю, есть что-то и бесплатно. Различные фильмы, сериалы, ТВ-каналы также и так далее. Но так как это Android TV, естественно, вы всегда сможете установить необходимые программы самостоятельно с помощью Google Play Store. Ну а само устройство довольно-таки бюджетное и продается примерно за 3,5-4 тысячи рублей в зависимости от магазина. Ну и как мне кажется, если у вас в телевизоре нету Smart TV, либо же вы, как и я, допустим, используете просто монитор. У меня, допустим, телевизора полноценного нету. Я подключаю подобные приставочки непосредственно к монитору и расширяю таким образом функционал. В общем, это действительно неплохое устройство, как мне кажется, за свои деньги. Ну и плюс ко всему, вот такой вот расширенный пульт QWERTY позволит действительно добавить удобству во время использования этой медиаприставки. Ну что ж, друзья, надеюсь, данный обзор оказался для вас полезен. На сим буду заканчивать. С вами был Айс. Всем пока.